В Казань-Мол открылась фотовыставка «Невыдуманные истории», посвященная работе врачей, внесших вклад в борьбу с COVID-19. Данная клиника была выбрана не случайно, так как именно в пик пандемии на ее базе был развернут временный ковидный инфекционный госпиталь, в который привозили пациентов с коронавирусной инфекцией. Представители из высших учебных заведений Киргизии и Узбекистана с рабочим визитом приехали в Елабужский институт Казанского университета. Мы хотели бы в Казанском федеральном университете тоже в этом направлении развивать наше сотрудничество. Рукопись из библиотеки Потемкина «Гербовник Анисима Князева» оказалась в фонде Казанского федерального университета. Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. Текст ученых сведений о 377 дворянских родах и принадлежавших им 527 изображениях их гербов. Ректор Ильшат Гафуров в главном здании Казанского университета провел утреннее рабочее совещание с руководителями образовательных организаций высшего образования, на котором обсудили запуск программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В Казань-Мол открылась фотовыставка, посвященная работе врачей во время пандемии. Своими историями поделились и врачи университетской клиники КФУ. Подробности в сюжете. Герои в белых халатах. Истории врачей о борьбе с коронавирусом привлекают внимание не хуже витрин магазинов. Случайные прохожие становятся свидетелями запечатленного подвига сотрудников униклинии Казанского университета. В своих работах фотограф Дилара Шакирова не использовала ретушь. Девушка считает, что так ей удалось добиться по-настоящему искренних снимков. Данная клиника была выбрана не случайно, так как именно в пик пандемии на ее базе был развернут временный ковидный инфекционный госпиталь, в который привозили пациентов с коронавирусной инфекцией. Я лично перерабатывала всю информацию, каждое интервью. Почти каждая история откликнулась как у меня в душе, так и у всех сотрудников, которые тоже ознакомились с этими историями. Потому что мы информацию получаем в основном из различных новостных агрегаторов, а здесь от первоисточников, со всеми эмоциями, без купюр. Пандемия, уносившая множество жизней по всему миру, стала для медиков настоящим вызовом. Борьба с коронавирусной инфекцией сплотила людей. Оперативно создавались госпитали, организовывались службы социальной помощи, изготавливались средства защиты. Однако первый удар приняли на себя врачи. В октябре по распоряжению Министерства здравоохранения мы тоже включились в работу более плотно с этой группой пациентов. Был организован ковид-госпиталь на базе терапевтической клиники на улице Шмидта. Большая была проделана административная, хозяйственная, организационная работа. Конечно, под руководством Миша Травкаточа, ректора нашего университета. Понимая, насколько серьезна ситуация и ПИД-обстановка на сегодняшний день, каковы тяжелые последствия новой коронавирусной инфекции, зная наши потери по новой коронавирусной инфекции, конечно, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что мы должны беречь себя, своих родных, близких, коллег. Те, кто не переболел или переболел уже более чем полгода тому назад, конечно, надо вакцинироваться. Мы защищаем прежде всего себя и своих близких. Сделать прививку можно и в университетской клинике. Желающие могут обратиться по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233-320. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с представителями Национального туристического союза. Обсуждались варианты возможного сотрудничества в части создания и развития проектов в сфере туризма. В частности, гостям была продемонстрирована инфраструктура астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Елабужский институт Казанского университета посетили представители ведущих высших учебных заведений Киргизии и Узбекистана, реализующих программы по подготовке педагогических кадров. Директор Елабужского института Елена Мирзон поприветствовала коллег и ознакомила их с образовательными возможностями ВУЗа и научно-технической базой. Все подробности далее. В Россию делегация приехала для знакомства с Казанским университетом и его подразделениями для последующей разработки совместных образовательных программ. В рамках встречи гости посетили главные здания ВУЗа, узнали его историю, а также побывали в Доме научной коллаборации имени академика Камиля Валиева и университетской школе. Особенно ярким моментом пребывания зарубежных гостей в ВУЗе стала их встреча со студентами Елабужского института КФУ, приехавшими сюда учиться из Узбекистана и Киргизии. Мы сейчас изучаем систему образования, систему преподавания КФУ и делаем какие-то свои направления внутри наших визитов. Один плюс один, магистратура и еще плюс бакалавриат, какие-то направления, чтобы наши ребята там здесь учились и получали двойные дипломы. Представители ВУЗов Узбекистана и Киргизии оценили вклад Казанского университета в укрепление партнерства России и стран СНГ в области науки и образования, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Энджима Небаева, Универтньюз. КФУ и еще восемь университетов и институтов подключились к исследовательскому консорциуму развития личностного потенциала в образовании. Теперь в консорциуме всего 16 университетов. Напомним, что ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил целесообразность участия в проекте и распорядился подготовить предложения в части исследований в данном направлении от университета. К 2022 году ожидается запуск исследовательской сетевой магистрской программы. В июне мы отмечаем Международный день Геральдики. В следующем сюжете мы расскажем, как один из основных источников для изучения родовой Геральдики России рукопись из библиотеки Потемкина, гербовник Анисима Князева, оказался в фонде Казанского федерального университета. В декабре 1786 года русский геральдист Князев преподносит дар императрице Екатерине II собрание фамильных гербов. Рукопись совсем скоро попадает в библиотеку князя Потемкина. В 1798 году ее передают в Казанскую гимназию, а затем в Казанский университет. Мы вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, чтобы вместе с вами увидеть рукописный гербовник Анисима Князева. Почти сто лет рукопись лежала в забвении. В 1882 году Анис сообщил Артемьев в работе о писании рукописей, хранившейся в библиотеке Императорского Казанского университета, охарактеризовав гербовник как одну из замечательнейших рукописей Казанского университета. Из футляра, который состоит из бескислотного картона, мы достаем гербовник Анисима Князева. Нужно сказать, что автором он был преподнесен Екатерине II, императрице. Он был в библиотеке князя Потемкина, и после этого он уже попал в библиотеку Казанского университета. Мы приоткрываем. Здесь можно обратить на золотое оформление. Мы начинаем с вами, открываем, и на первой странице мы можем прочитать как раз собрание фамильных гербов Российской империи. И дальше мы с вами можем обратить на алфавитное расположение. Здесь мы можем найти и князя Потемкиных, вот здесь под этим номером. Князев по принадлежности выделял три вида гербов – индивидуальные, семейные, родовые. Наряду с мужскими именами в труде зафиксировано 25 печатей, которыми владели женщины, и пять брачных гербов – щиты мужа и жены. Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. В тексте включено сведения о 377 дворянских родах и принадлежавших им 527 изображениях их гербов. Как известно, по поручению императрицы, данному князеву в 1776 году, он делал выписки в Московском разрядном архиве о дворянах, дворянских службах и доказательствах на дворянство, а также составлял алфавитный реестр всех хранившихся в архиве дворянских родословных с объяснением происхождения родов. Результатом этой работы стала рукопись «Выбор и законов о дворянстве». Очевидно, составление гербовника также можно считать результатом работы князева в разрядном архиве. В предисловии посвящения гербовнику он определяет место гербов среди дворянских преимуществ. Они являются очевидными знаками заслуг каждого дворянского рода перед государем и отечеством. Поэтому пользование гербами дозволяется только с санкцией правительства. Как говорил немецкий писатель Генрих Ман, дом без книг, как комната без окон. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Булат Садыков, Универньюс. На этом все. В студии была Дарья Владимирова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»